Приветствую вас и отвечая на вопрос, что делать, мы будем сначала сказать, спросить у вас, а почему вы отдалились? То есть вот вы говорите, общались, общались, а потом отдалились. Что произошло непосредственно перед отдалением? Может быть была какая-то проблема, была какая-то ситуация, было какое-то недопонимание, какой-то конфликт, какая-то неточенность, двусмысленность и так далее. Нужно проанализировать то, что происходило непосредственно перед отдалением. И если есть определенная проблема, эту проблему вынести на обсуждение с Паспи. Конечно, тут нужно понимать одну такую вещь, что мужчины вообще-то не очень любят признавать наличие проблем и не очень любят обсуждать проблему. Это для них более болезненно, чем для женщин. Ну, они предпочитают, я имею в виду, мужчины, предпочитают делать вид, что проблемы нет, тем самым они ее избегают и думают, что она действительно перестает существовать. Такой вот самообман получается. И вам придется, если вы найдете ряд проблем, ряд причин, по которым вы могли отдалиться друг от друга, вам придется эти проблемы несколько раз выставлять на обсуждение, выводить на обсуждение, чтобы мужчина, ну, наконец-то обратил внимание, понял, что вам это важно и начал обсуждать. Только так вы сможете как-то про... стимулировать, прояснить ситуацию и понять, почему мужчина отдалился от вас. И если это связано с какой-то ситуацией, то ситуацию прояснить, чтобы он вновь стал вам близок. А если никакой ситуации нет, и мужчина просто отдалился, потому что его ожидания относительно вас не оправдали, что нужно понять, какого рода были эти ожидания, и спросить себя, вы готовы эти ожидания оправдывать. Готовы ли вы им ответствовать, и если да, то это человеку нужно показать. Нужно откровенно показать человеку, что вы готовы соответствовать его ожиданиям на все, что и тогда, если дело в этих ожиданиях, то человек вновь к вам будет ближе. Если же дело не в ожидании, а в том, что у человека просто ушли чувства, то здесь вы поделать ничего не можете, потому что нельзя заставить себя любить, нельзя заставить себя хотеть быть человеком. Такое желание либо есть, либо его нет, и если подобное произошло с вашим мужчиной, то вы можете только лишь общаться с ним на том уровне, на котором он вам позволяет, и сразу показать ему, показать и показывать ему, что вы та, кто ему нужен, мужчине, что вы можете дать ему все, что он хочет, все, в чем он нуждается в женщине, и если вы можете дать ему действительно то, в чем он нуждается, то мужчина, безусловно, к вам вновь будет более ближе. Но если мужчина понял, что вы не совпадаете друг с другом по каким-либо качествам, или он нашел другую женщину, которая ему лучше, то вам нужно этот выбор его принять. Принять, опять же, для того, чтобы саму себя обезопасить от возможных страданий, от возможной боли, от возможных переживаний, от зависимости и от несвободы. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!